Выпускники Карачао-Черкесии в период коронавируса поняли, что надо выбирать профессии, которые спасут от самоизоляции и дадут возможность самореализации. Врачи, аграрии, инженеры – это сегодня самые популярные специальности в Северо-Кавказской государственной академии. Из приемной комиссии ВУЗа репортаж Руслана Коркмазова. Приемная комиссия Северо-Кавказской государственной академии начала работу с хорошими вестями. Бюджетные места увеличились на 10%. У нас где-то более 500 бюджетных мест на очной и заочной форме обучения. В том числе у нас средние профессиональные колледжи имеют бюджетные места. Так что снижения бюджетного финансирования нет. Ректор Руслан Кочкаров отметил, что сегодня государственная политика сделает бесплатное образование в регионах более доступным. Поэтому в академии ожидают еще большего увеличения бюджетных мест. Глава государства обозначил четкую задачу, что надо эти места увеличивать. Учредитель над этим работой. Вполне возможно, что и в этом году даже могут быть увеличены эти места. В Северо-Кавказской академии работают телефоны горячей линии. Я вас слушаю. Общение с абитуриентами проходит с соблюдением антикоронавирусных мер. У вас есть возможность сейчас сесть за компьютером? Мы бы с вами вместе прошлись по сайту. Поэтому горячая линия академии работает, как горячая линия Кремля. Круглосуточно. Вечером все освобождаются, поэтому начинаются они после работы. Иногда такое бывает, что вместо самих абитуриентов звонят родители. Просто абитуриенты нас немножко, наверное, стесняются. Для абитуриентов и их родителей, желающих не онлайн, а лично прийти в академию и получить информацию о том, какую профессию жизненный путь выбрать, здесь широко раскрыты двери. Потому что знают, как не допустить распространение коронавируса. Мы и экзамены уже в медицинском институте, например, сдавали в режиме прямого общения, потому что иначе законом это не предусмотрено. Мы научились соблюдать все меры предосторожности. И сегодня вот эти вот мероприятия, которые мы уже усвоили, они позволяют, на мой взгляд, спокойно перейти и на режим личного приема. Этот прием мы тоже практикуем. И вот на личный прием пришли Алина Хачирова и Радха Семенова. Эти милые девушки работают на станции скорой помощи. Радха уже учится здесь на медфакультете, а сейчас привела с собой Алину. Это насколько надо быть целеустремленным, чтобы ночью спасать жизни людей, а днем учиться на врача. Семенова не жалуется, говорит, что она любит профессию и все успевает. Вот и Алина решила, что из фельдшера пора переходить на более высокий уровень. Алина, конечно, желает поступить на бюджетное место, но если этого не случится, то все равно, как и Радха, готова учиться на платной основе. Инвестиция в профессиональное будущее – эффективнее инвестиции в шубы. Приглашаю наших абитуриентов, наших будущих первокурсников не заморачиваться выездами далеко за пределы нашей республики. Мы готовы оказать весь практически спектр услуг образователя, который востребован на уровне нашей республики, начиная от дизайнеров, заканчивая медиками, юристы, экономисты, IT-специалисты, строители, инженеры. То есть весь спектр у нас есть, поэтому мы всех ждем. Руслан Куркмазов, Роберт Джигутанов, Вести, Крачева, Черкесия.